Офигеть, сколько воды вообще. Потому что сейчас, ну, в два раза где-то уже. Здравствуйте, ребятки. Привет. Вы просто зацените, какая погода сегодня. Кроссотень. Солнышко светит. Просто прекрасно. Вот, Ксения, мы вот решили выйти прогуляться. То есть, ну, тут есть мелкие прячники, конечно, но вот таких капитальных, может, здесь нет. Угу. Блин, слушай, охренеть. Она очень большая. Ее я расподорасила еще больше. Ты видела? Да, конечно. Почему не ночью? Потому что ночью, ребята, стримить, это, ну, сами знаете. Вы увидите просто луч фонаря и все. А сейчас у нас есть возможность посмотреть на реально красивый лес. Ой, там кто-то видит, вот красненький. Видишь? Ну, в общем, это по большей части проверка. То есть, интересно, что такое стрим в такое время. Суток. И плюс, мы до Панивайза, я планирую до Панивайза дойти пехом. Ну, понятное дело, как бы, но со стримом. Мы стримим на планшек. И стабилизация здесь, ну, так себе. То есть, вы видите картинку, она плавная только из-за того, что я уперся в стол. А если я пойду, то может быть такая хрень, что, типа, ну, будет тряска и не совсем приятно смотреть. Поэтому сейчас мы сделаем небольшой тест-драйв. Если это более-менее адекватно, то я пойду со стримом. Если нет, то минут через 15 мы подключимся уже около дома Панивайза. Ну, и там, типа, затусим. Да? А у меня вечер. А, ну, нормально, видите как. Я просто, блядь, все по московскому времени. Не, а у нас сколько? Сколько у нас? 14, да, 19. Не, нормальное время. Ладно, фиг знает, короче. Я буду медленно стараться, как бы, особо не дергаться. Чтобы можно было идти, я буду так, почитываю чатик. Медленно будем двигаться к дому. В свое время здесь очень много деревьев погасил короэт. Поэтому стоят такие здоровенные мертвые великаны. Идти, ну, не знаю, минут 15, наверное. Да, может, и побольше, да. Можно будет заценить дорогу. И, как бы, пока идем, можно и пообщаться. Сможешь призвать духа. Какого духа призвать тебе? Ты видишь, у него дерево стоит, а он там сидит птичка. Не дергается. Нет. Пытаюсь сейчас ее зафиксировать. Вот, ее сейчас можно рассмотреть, она оранжевая. Слушай, а это упавшее дерево уже было здесь? Нет. Мне тоже, кажется, нет. Я думаю, что это могло бы вполне себе тоже позавчивать. Смотри, он ее прям выдернул. А вот там внизу разлилась разлилась речушка. Извини, вместе с ней еще пару мелких деревьев. Да, 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 да. Слушай, ну, а в красотку можно ее тоже это... Ну, блин. Блядь, она сломалась почти. Качество проседает. Ну, я понимаю, понимаю. Всем привет, да, ребята, подтягивайтесь. Мы дойдем, да, понимаете, сегодня, я думаю, с таким темпом, конечно, это может занять какое-то время, но мы дойдем. Тут не так далеко. Так, дятел. У вас сегодня прям возможность посмотреть на дикую природу, на каких птиц. Тоже пиздец такая махина. Сколько она росла, вы просто прикиньте вообще. Это, блин, это... Ну, соточка, наверное. Ну, соточка, и все, и мертвая. Птицы, птицы, скрипят деревья просто. Не, у меня с собой не мачете. У меня с собой. Ножечко обычное. Мало ли, что в этом доме, блин. Не, ну я в том плане, что мы-то идем, знаем, что там Пеннивайз, а мало ли там какая-нибудь стая собак заселилась. Вот, такие памятные места здесь у меня. Вот, а нам вот туда надо идти. Там недолго осталось, кстати, ой. Хочешь, я первый пойду, ксюр? Да, если в этом смысле, если это все равно вода. Ой, блять, Ксюшенька прям наступила в воду. Здесь эта вода стоит уже хуй знает сколько времени. То есть, что там на дне вообще, какие-то черти, это же пиздец. Ну, какой-то штыр железный торчит. Ну, илуй, я думаю, там паяется просто. Это лосиные следы. Я знаю, что ты мне расскажешь, я видел здесь лосей. Да, да, смотрите. Лосиные следы. Лосик тут топал, вон туда потопал. О, лосиные какахи. Топ-контент, ребят, просто сегодня топ-контент. Ну, вот снажалось, а я не завалю это сто процентов. Даже не возьмусь. Я скорее вот на это дерево залезу, блять. И буду кричать, Ксюха, беги! Не останавливайся. Туда пошел. Вернулся и пошел туда. Сегодняшние следы. Да нет. Не, не сегодняшние. Они, видишь, такие поталы и подмешки. Ага. Ой, бля, вот это гигант. Здороваяк. По-дзенски тоже, смотри, просто маленькое изменение. Лаги пошли. А-а-а. Блядь. Ну, сорян. А-а-а. Все, сейчас на полянке. А, там плиты, вот на плитах сейчас захерачим. Рестарт. Если ситуация, да, вон, в тех плитах не изменится, то будем перезапускаться. Друзья, я надеюсь, что у нас ситуация изменилась. что сигнал пошел получше. Я просто тупо перезагрузил планшет. Не знаю, поможет, не поможет. Пиксели смотреть тоже так себе. Ну, блядь. Тут не везде хорошее покрытие интернета. Вот там стоит дом. Ксюша уже туда пошла. А я пока... Вон она стоит по лесу. Видите ее? Сейчас подтягивайтесь. Сейчас будем потихоньку подходить туда. Я не знаю, есть никому или нет. Самому интересно, поэтому не будем тянуть. Прекрасно. Просто как же стоит ходить в резиновых сапогах. Прекрасная погода. Моднейшая Ксюша. Вот это да. Блядь, сделал бы я скрин. Скриньте, пацаны. Погнали. По следам. Можно сказать, что никто туда не заходил. Никого там нет. Но я надеюсь, по крайней мере. Поле... Оксидония. Съемок. Да. Ну, понятное дело, поле съемок. Ну, не, я ее веду непосредственно. Ой, смотри, раньше здесь была такая фигня? Ну, вот я тоже не обращала. Что-то я не помню. Так, ладно. Прешетка висит. Да, кто-то тут чилис. Я бы тоже здесь завис. Это очень странно, я вот это, конечно. Это вообще пиздец. Что это? Какие предположения, ребята, в чатике? Что это? Зачем это построили? Это... Что, блядь? Что это? Блядь. Сейчас, у меня фонарик есть сейчас. Фонарик. Фух. Фонарик. Главное, он на месте. Судя по вашему, он выходит, тут мой. Фонарик. Фонарик. Готовы? Сейчас я выберу нужный режим фонаря. Наверное, вот так буду освещать. блять он лежит вот этого здесь не было 100 проц сломали сломали ноги ему пидоры а чё с ним были было ну сука нормально все то что там внутри нихуя не ловит да понятно что лагает мы внутри зашли там сигнал просто сразу рухнул вы хоть чуть увидели сейчас мы ксению как своего агента запустим она вам подсветит там пиздец пожалуйста какой-то кто-то сломал короче пони вайзе подсветила вам видно или опять лаги вот она его подняла он мог сам завалится блин мы только что заходили внутрь на у нас упал сигнал пони вайзе сломанные ноги точнее сломана нижняя часть я сломаю его покажешь слышали красавец сережка почему сережка потому что так звали косплеера который ау боль боль недолагу поранили сломали ему да с почему ты уверен что его сломали я тебе говорю видишь брызги сзади у него так ощущение что он просто намок стал тяжелым это самое тонкое место его просто наебнула вниз под собственным весом я не знаю если бы его сломали мне кажется там может был хоть свет там от ботинка что но он очень хорошо сохранился прям почти идеально путина поэтому есть подозрение что он не намок он залач ты не будет фанеры так под своим весом ломаться что доходит знает на тонкое место но может сломали кто-то обосрался и решила ну наверное да можно отреставрировать давайте попробуем залезть на второй этаж что ты делаешь я забыл какой там жирный слой фанеры ну точно злые пчелы наебнули вот я тебе говорю блин издалека он такой неприятный внешне да естественно ты же специально его таким сделал сейчас будем проникать на второй этаж поэтому пчелы какие пчелы весной они там спят все как я не знаю кто пчелы вот ну делать его обратно сук если бы я зашел ночью посадить такой дома там пенни я бы ему тоже ёбнул видишь чё ну не знаю ну ты же как-то залез ну вот в принципе навестили пеннивайза заберем его с собой потому что нечего здесь лежать но я донесу пофигу здание непонятно зачем это вообще нужно было сигнал здесь конечно пиздец сейчас должна быть картинка более мы вот я нашел пятно которое нормально открывает вайфаем каким нахуй вайфаем мобильным интернетом все хорошо только здесь все хорошо только здесь потому что дальше идти опять пропадет интернет я уже понял там есть область где вообще его нет внутри мы вот зашли там пошло слайд-шоу но по факту там мы нашли очень много осиных гнезд сломанный паневайз решили его с собой забрать вот и дальше будем думать что с ним будем делать поэтому наверное будем завязывать с трансляцией ну чё Ксюша тащит того я сейчас возьму его лучше сам потащу тем более у нас на планшеке 15-13 процентов так что всем хорошего дня давайте до свидания ребята Продолжение следует...